Панихида по Татьяне Тарасевич, руководителю движения Пролайф Беларусь, главному редактору информационно-аналитического портала Пролайф Бай, прошла в храме святителя Николая Японского в Минске. Возглавил заупокойное богослужение настоятель прихода, глава Синодальной комиссии Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протерей Павел Сердюк. Татьяна всегда верила в то, что делала. Ее поступки, они очень четко скоррелированы с ее словами. Это православная христианка, которая мне всегда напоминала о жен Мироносец. Эти жены не покинули Христа и в его страданиях крестных. Вот Татьяна Степановна, она для меня совершенно такой человек, отстоящий от жен Мироносец на 2000 лет в историческом процессе, но несущий силу вот этой удивительной жертвенной любви. Татьяна проводила обучающие семинары для волонтеров, которые потом работали с женщинами в кризисной беременности. Она активно участвовала в противодействии легализации экспериментов над живыми эмбрионами, уничтожении и абортировании живых детей, которые нормально развивались после удачной имплантации. При ее содействии в медицинском университете было создано волонтерское движение. Она ежедневно готовила рассылку, которая содержала не только аналитику, но и переводы с зарубежных сайтов. Последним ее трудом стало внесение изменений и дополнений в закон о здравоохранении. Врачам дали право не убивать нерожденных детей абортами. Ее выступления собирали многочисленные аудитории. К ее мнению прислушивались депутаты и высокопоставленные чиновники. Татьяна – неутомимый труженик на ниве защиты жизни. И я от всего сердца рад, что ее дело живет. Татьяна Степановна создала ряд аналитических материалов, которые не теряют своей актуальности и сегодня. Все они опубликованы на сайте ProLifeBuy. А сама Татьяна была для многих образцом. Своим единомышленникам она ставила 10 правил ProLife'ера, которые как нельзя лучше характеризуют ее личность. Все ее наследие, оно сформировано на сайте ProLife.by и в ее живом журнале. Ссылки на него есть в ее фейсбуке и на самом сайте ProLifeBuy. Она сформулировала 10 правил ProLife'ера. То есть это, я считаю, просто для воина Христова, в принципе, правило к действию. Жизненным кредо Татьяны Тарасевич были отстаивания традиционных христианских ценностей, защиты жизни нерожденных детей. Не существует правовых, моральных и научных аргументов для уничтожения детей в абортах, говорила она. Татьяна Степановна для меня как будто птица, такая большая, сильная птица, которая устремилась в полете к Богу. И вот она на землю, она не вернулась, она уже имеет неземное происхождение. Татьяна Тарасевич очень часто повторяла, быть ProLife'ером – это образ жизни, это жизнь, посвященная защите нерожденных детей. Символично то, что Татьяна отошла ко Господу в ночь с 1 на 2 июня. 1 июня – день защиты детей.